Всем хорошего дня, с вами Серверти, и сегодня мы с вами поговорим про кристаллические астероиды. Данный ивент иногда встречается часто, а бывает не очень. В системе вы находите 5 кристаллических астероидов, у вас даже появляется сообщение, что что-то здесь не так. Вы начинаете строить ваши добывающие станции на этих астероидах, и буквально через какой-то момент на вас нападают астероиды? Да, рой штурмовиков из Улья начинает разбивать ваши добывающие станции или оборонительные станции, если у вас такие есть в этой системе. Ну что ж, пора дать отпор вашим захватчикам. Или вы захватчики, ну не важно. В принципе, улья астероида имеет 20 тысяч здоровья, 40 брони, нету щитов и вооружены штурмовиками. Данный ивент рассчитан на ранние и средние этапы игры, поэтому эсминцы и крейсера с противоракетной системой, или точнее, трудно сказать, противоистребительной системой, это зенитная батарея и комплексы барьер, справятся с этой углазой. Где-то, да, 50 эсминцев, я думаю, вполне достаточно. Вот. После того, как вы уничтожите все штурмовики этих ульев, больше ульи ответить вам ничем не смогут. У них нет щитов, 40 брони, поэтому лазеры вполне сгодятся для аннигилирования этих ульев. После того, как вы, естественно, уничтожаете эти улья, у вас появляется сообщение, что улья астероиды уничтожены. И вам стоит отправить в научный корабль, чтобы узнать, а что же это такое вообще и откуда вы взялись. После какого-то времени ваши ученые, немного поработав, пораскинув мозгами над астероидом, смогут вас обрадовать следующей информацией. В ульях больше жизни нет, но, тем не менее, вы получили 500 кредитов и 2000 к социальным исследованиям. Больше, в принципе, с этих астероидов вы ничего не получите, кроме, конечно, 34 минералов, которые находятся в данной системе и довольно-таки выгодная для вас сделка с астероидами. После их уничтожения, конечно же. Я надеюсь, этот гайд был для вас полезен. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok